Предположим, что однажды над страной пролетит вертолёт и скинет тысячу долларов каждому. Звучит как мечта? Не тут-то было. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Что если в банке закончатся деньги? Возьмём книгу Роберта Киасаки, почему отличники работают на троечников, а хорошисты на государство. И находим следующий абзац. В правилах монополии сказано. Банк не может обанкротиться. Если у него закончатся деньги, можно нарисовать новые на обычной бумаге. Монополия — это прекрасная имитация реальной жизни. Центральные банки не могут обанкротиться. Они могут быть национализированы, может, они могут получить спасательный круг. Но они не могут обанкротиться, потому что в конце дня они просто могут напечатать больше денег. К примеру, Международный валютный фонд выделит 1 триллион свеженьких долларов для своих стран-членов. 1 триллион долларов — это тысяча миллиардов долларов. Это их объяснение больше похоже на монополию. Монополия в реальной жизни. Но в сегодняшнем выпуске мы поговорим не совсем об этом. Все мы и так уже поняли, что печатаются огромные суммы денег каждый день. Мы поговорим о совершенно беспрецедентной ситуации в Штатах. Когда правительство не только даст денег банкам и фондам, но и выпишет чеки своим гражданам. Это что-то из ряда вон выходящие, это крайние меры, которые направлены на повышение потребительского спроса населения и спасение экономики. Также мы попробуем разобраться, какой актив в 2020 году или в 2021 покажет себя лучше всех. Американцам нужны наличные деньги сейчас. Так начал свое объявление министр финансов Мнучин и добавил, что министерство готовится отправить поддерживающие платежи населению на протяжении уже следующих двух недель. Поэтому если вы живете в Штатах, это вас тоже касается напрямую. Когда вы запускаете программу по стимулированию экономики, вы имеете в виду прямые платежи американцам или налоговые каникулы? Хотя президенту и нравится идея налоговых каникул, но такая мера по нашим и президентским соображениям принесет деньги людям лишь спустя 6-8 месяцев. А мы хотим, чтобы каждый американец получил платежные чеки прямо сейчас. И что говорят трудящиеся в поте лица американцы? Многие компании сейчас закрываются, даже бары и рестораны. Американцам нужны деньги сейчас, и президент хочет дать их сейчас. Вот сейчас я имею в виду следующие две недели. А как много? В цифрах мы еще разберемся, они могут быть больше, чем предварительный расчет. Очень круто видеть, что из всех напечатанных триллионов деньги получат не только банки и фонды, но даже рядовые граждане. Помимо прямого перечисления наличных гражданам, пакет помощи будет включать в себя следующее. Кредиты, ликвидности, налоговое послабление для бизнеса. Американцы получат право на 90 дней отсрочить перечисление налогов на сумму до 1 миллиона долларов на человека. Для корпораций же эта сумма будет 10 миллионов долларов. То, что сейчас происходит в Штатах, еще в 1969 году было названо вертолетными деньгами. Предположим, что однажды над страной пролетит вертолет и скинет 1000 долларов каждому. Это и есть вертолетные деньги. Целью такой меры является повышение потребительского спроса и расходов, что приводит к повышению экономической активности, инфляции и восстановлению экономики. Но я хочу подчеркнуть следующее. Такие меры принимаются в экстремально опасных условиях для экономики. Когда процентные ставки около нуля или негативные, когда экономика остается слабой или входит в рецессию, принимают меры, которые называются вертолетные деньги. Фактически, правительство США косвенно признало факт рецессии как минимум американской экономики. Вау! Денежное печатание по всему миру в этот месяц просто безумное. И я рад, что хотя бы американцы получат из этого хотя бы что-нибудь. Но! Роберт Киосаки в своей книге пишет следующее. Когда банки начинают печатать новые деньги, происходят три вещи. Повышаются налоги, растет инфляция и беднеют люди. Так что краткосрочно людям это точно понравится, но долгосрочная перспектива обесценивания доллара не радужная. В этом свете вот этот рисунок в Париже как никогда актуален. Красиво-то как нарисовали, можно мне такую картинку на шапку канала? Второй вопрос на повестке дня. Какой актив лучше всего себя покажет в 2020-2021 году? Конечно же никто из нас не имеет перед собой хрустальные шары и поэтому быть на 100% уверенным нельзя. Но мы можем обсудить различные активы, сделать выводы, а также мне было бы интересно узнать, что о них думаете вы. Пишите свои мысли в комментариях, коллективная работа все же лучше чем одиночный анализ. И если у вас есть хорошие идеи для инвестиций в 2020-м, не стесняйтесь озвучить их в секции для комментариев. Биткоин пока что не показывает ничего интересного. Но то, что мы видим в новейшей монетарной политике, совершенно невероятно. Вертолетные деньги, послабление налогов, снижение процентных ставок и так далее, список очень большой. Но все это вытекает из создания денег из воздуха. Айрдроп. Термин, который означает сброс груза с воздуха. Мы знаем, что в криптовалюте айрдроп это раздача бесплатных токенов. Сейчас мы наблюдаем раздачу бесплатных или почти бесплатных долларов в безумных количествах. Для тех, кто еще помнит, что такое ICO и айрдропа ICOшных токенов, вопрос. Что было с курсами этих токенов после айрдропов? Вы правильно ответили, их курсы все были направлены в пол до самого нуля или почти до нуля. В общем, после айрдропов они становились значительно дешевле, чем до айрдропов. И точно это же ожидает и доллар США. Да, это трудно себе представить сейчас, я знаю. И возможно это займет годы, может даже 10 лет. Но по факту покупательная способность доллара становится только ниже и она будет продолжать эту тенденцию. Мы уже можем называть это долларовой гиперинфляцией. Это почти гарантированно, пути назад нет, потому что если сейчас увеличить процентные ставки, так много компаний быстро обанкротится. Так много банков, которые не являются центральными, моментально обанкротятся. Огромное количество корпораций и банков сегодня выживает лишь благодаря дешевым деньгам. Это просто факт. И при повышении ставок им будет совсем нехорошо. Кстати, у биткоина нет айрдропов. Даже у доллара США они есть. Вы можете привести аргумент, что хардфорки биткоина можно считать чем-то вроде айрдропа. Но большинство из них, давайте будем честными, в какой-то момент становятся бесполезными. Итак, актив, который покажет себя лучше всего. Исходя из того, что происходит сейчас на рынках, мы не можем спорить с тем фактом, что кэш все-таки является королем. Что по сути абсолютно бессмысленно. Кэш создается из ничего. Но тем не менее все активы падают прямо сейчас, а люди выходят в кэш. Кэш растет в цене сейчас, хотя его печатают бесконечно, и это вообще неправильно. Но люди все равно его хотят, хотя это самый безграничный ресурс. А все из-за паники, которая сейчас присутствует в мире. Фьючерсы S&P 500 пытались вчера отскочить. Но с открытием рынков сегодня снова опустились к предыдущим низам. Сейчас мы видим, что падение индекса составило почти 30% от пика. Даже несмотря на всю ту кучу денег, которые создавались из пустого воздуха. И хотя правительство говорит, что все хорошо, что вот вам пакет стимулирования, что вот вам дешевые деньги, что вот вам вертолетные деньги и так далее. Мы видим, что всем плевать на покупку активов сейчас. Даже после того, как ФРС объявила, что будет сама покупать акции, рынок никак не отреагировал. Всем просто наплевать. Золото. Тоже пыталось восстановиться, но сейчас возвращается к недавним низам. Мы видим, что люди не рассматривают золото как тихую гавань на данный момент. Казалось бы, что это очень странно. Но если задуматься, во время карантина люди не могут есть золото. Они хотят иметь такую ликвидность, чтобы можно было поменять ее на еду, например. А для этого нужна наличка. К сожалению, невозможно пойти в магазин и обменять золото на еду напрямую. Сейчас это не так работает. Другие драгоценные металлы, такие как палладий, например, тоже падают. Между прочим, палладий это самый дефицитный драгоценный металл. Даже дефицитнее золота, но он все равно падает. Причем на 44% за март. И сейчас еще более интересный график серебра. Серебро тоже очень сильно обвалилось. На данный момент на 36%. И это интересно потому, что если мы попробуем найти даты, когда серебро торговалось по таким ценам, то мы увидим, что такие цены были аж в 2006 и 2009 годах. Так что серебро сейчас стоит практически столько же, сколько 11-14 лет назад. Это просто невероятно. Еще более интересно, что 30% падение нефти после провала сделки между Арафи и ОПЕК не закончилось восстановлением, как все думали. Нет, оно продолжилось. Обвал составил 43% за 2 месяца. Это возвращает цену нефти в 2001 год. Даже в 2016 не было так жестко. Что вообще происходит? Ситуация явно выглядит фантастически. Золото, биткоин, нефть и S&P 500. Кстати, мы видим, сейчас все падает, а биткоин таки стоит во флете. Несмотря ни на что, я считаю, он очень хорошо держится. Вы только подумайте, в традиционные рынки правительства и центральные банки льют сотни миллиардов, триллионы долларов. В биткоин нет. И он вот так себя показывает. Это очень круто. Однако очевидно, обвалилось все. Люди хотят кэш. Несмотря на то, что кэш сейчас печатается вагонами, что его обесценивает. С точки зрения экономики, инвестиций и так далее, можно найти лишь одно резонное объяснение. Паника. И сейчас я хочу узнать ваше мнение о товарах, сырье, драгметаллах и так далее. Какие активы, по-вашему, во время этого кризиса или после него покажут хороший отскок? А сейчас я выскажу свое мнение. Во-первых, я понимаю, что множество людей сегодня считает этот актив очень рискованным. Но, блин, биткоин. Я убежден, биткоин держится очень достойно на фоне всего происходящего. Еще раз напоминаю, в отличие от традиционных рынков, он держится без поддержки правительств и центральных банков. По прошествии паники, осознав последствия, люди начнут анализировать 2020 год и поймут, что в экономике, которую мы практикуем, что-то совершенно не так. В этом нет никаких сомнений. Затем, в такой фактически дефляционной модели поведения рынков, некоторые из них развернутся. Когда? Когда цены на активы станут действительно слишком низкими. И я убежден, биткоин будет одним из таких рынков, который развернется и отвяжется от линии поведения S&P 500. Так что, с моей точки зрения, биткоин остается уважаемым мною. И это то, почему я до сих пор на протяжении стольких лет не расстаюсь с ним. Да, я могу продать 5 биткоинов там, купить 5 биткоинов здесь, но какая-то часть биткоинов на моих кошельках хранится всегда, в ожидании того, во что я так сильно верю. Также я верю, что драгоценные металлы покажут хороший разворот. Цены на серебро очень низкие, уровня 2009 года, палладий, который дефицитнее золота обвалился на 45%, и, конечно же, само золото. Я просто не могу сомневаться в их успехе, ведь драгоценные металлы дефицитны по своей природе. Когда люди заметят после утихания паники, что их доллары вдруг стали дешевле, произойдет отскок рынка драгоценных металлов. Это может занять достаточно много времени, но рано или поздно это случится. Покупаю ли я акции прямо сейчас? Ответ – нет. Я думаю, что фондовый рынок продолжит падение, и я все еще думаю, что даже сейчас он переоценен. Также акции – это неограниченный ресурс по своей природе, в отличие от драгоценных металлов. Акции – это неограниченный ресурс и по своему коду, в отличие от биткоина. Фиатные же деньги, очевидно, не имеют ограниченности, их можно печатать столько, сколько душе будет угодно. И даже не обращая внимания на то, что скажут или захотят люди, центральные банки будут печатать. Монополия государства позволяет ему печатать сколько угодно, а мы, обычные люди, обречены страдать из-за этого. Особенно те люди, которые даже не интересуются никакими инвестициями. На этом у меня все. Не забудьте написать, какие активы вам кажутся наиболее привлекательными. А также не забывайте, что все это просто мои мысли, но никак не финансовый совет. Я не эксперт, а всего лишь обычный парень. Все ваши решения – это только ваши решения. Меня зовут Богатейший Дип. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»